МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никуда не спешите. В прямом эфире новости Прима, в студии Антон Попов. Прямо сейчас о главных событиях дня. ЧП на стройке на территории комбайнового завода. Рабочего придавило рухнувшей колонной. Кому принадлежит историческое здание? В онкоцентре разом сломались аппараты УЗИ и КТ. Куда будут направлять больных? Откуда в Красноярск пришла непогода? Ждать ли тепло на выходных и когда закончатся весенние метели? Выясняла Анна Гейнце. В красноярских школах устанавливают электронные меню для заказов обеда. Такие же есть в ресторанах фастфуда. Алена Крашенинникова оценила ноу-хау. ЧП произошло на территории бывшего завода комбайнов. Обрушилась кирпичная колонна исторического здания и придавила рабочего. Мужчина скончался на месте. Погибшему было 48 лет. Он временно проживал в Красноярском крае. Был это несчастный случай или несоблюдение техники безопасности, предстоит выяснить следователям. Как и то, кто именно работал на территории. Владелец это компания «Сибиряк» или подрядчик? В здании, судя по всему, проводили реконструкцию. В прошлом году гендиректор «Сибиряка» Владимир Егоров заявил, что хочет обосновать там штаб-квартиру компании. Известно, построено здание в конце 19 века. Это объект культурного наследия. В разное время там располагалась винная монополия и оружейный арсенал. В Красноярском онкоцентре ЧП врачи последние несколько дней не могут включить компьютерные томографы. Оборудование вышло из строя. Та же участь постигла и аппарат УЗИ, рассказывают очевидцы. Но его надеются сегодня все-таки починить. Предполагается, что красноярские инженеры справятся. А вот с комплексами КТ все гораздо сложнее. Руководство онкоцентра запросило помощи у обслуживающей компании. Там пообещали отправить специалиста, чтобы выяснить причину поломки и отремонтировать аппарат. Но случится это не слишком оперативно, в течение недели. Так что пациентам придется подождать. Медики обещают, всех нуждающихся в обследовании перенаправят. А уточнить информацию можно в службе поддержки по номеру 222-40-79. Наши специалисты обзванивают пациентов для перезаписи их в другие медицинские организации, где они смогут пройти данный вид обследования по системе ОМС и совершенно бесплатно. Штормовое предупреждение объявлено на ближайшую ночь. Ветер по краю будет порывистый до 25 метров в секунду. А всем, кто собирается в дорогу, возможно, стоит отложить путешествие. В горах идет снег. Анна Гейнса узнала, доколе у нас еще будет кружить метель и каким будет начало следующей недели. Прежде чем я расскажу вам, в какую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит, позвольте показать вам ролик. Это украшение двора, которое сняли наши земляки, будучи в Новосибирске. Наверное, если бы сегодня они стояли здесь в Красноярске, то крутились бы от ветра так, что никакого рисунка видно бы не было. В Красноярске сегодня все по классике. Мы знаем о том, что сильно должен усилиться ветер. А что же нам принесет, тепло или холод? Но сейчас полдень, и я вас разочарую, мы уже ничего хорошего не ждем. Накрапывает дождь, а на перевалах видно, что идет снег. Этой ночью будет минус 9 градусов. Погода не балует не только нас. Давайте посмотрим, как сегодня у соседей в Томске. Я вам хочу сказать, что наш снегопад недельной давности это еще по-божески. Этот снегопад парализовал город практически. Даже впервые на моей памяти ГИБДД перекрыло некоторые дороги, где есть затяжной большой подъем, так как грузовые автомобили и некоторые автобусы не могли туда подняться. Ждали городские службы, чтобы они оцепали песком. Поэтому произошел небольшой коллапс. Даже для Томска что-то это слишком. Чего же нам ждать в ближайшие дни, сейчас узнаем. Я забегаю вперед, скажу, что наш свет в окошке. Это 24 апреля. Примерно на этот день придется пик тепла в апреле месяце. Сильный снег в горах. По остальной территории от небольшого до умеренного снега. В воскресенье, значит, температуры, что в центральных, что в южных районах, будут не выше плюс 3-2 градусов в дневное время. Правда, в южных районах еще возможны повышения до плюс 6-7 градусов. В понедельник тоже пока спокойная погода. А вот на вторник-среду ожидаются осадки в виде снега. Преимущественно мокрого снега. Температуры, в принципе, не изменятся. Максимум 0,5 градусов. Синоптики говорят, что пока апрель по своим значениям ниже нормы. А мы полюбопытствовали, нашли дневник наблюдений и сравнили этот день, 14 апреля, в разные годы. Вот что у нас получилось. В прошлом году 14 апреля было плюс 13 градусов, в 21-м плюс 6, в 19-м плюс 4, в 16-м плюс 1, и тоже шел снег. 10 лет назад, в 13-м году погода была примерно такая же, плюс 5 градусов. Выбивается из всей этой цепочки только 20-й год, когда на градусниках было 19 градусов тепла. Анна Гейнс и Дмитрий Руц, Новости Прима. Жильцам на Абытаевской по ночам подкидывают старые ларьки. Тяжелая техника привозит постройки в собранном виде и устанавливает на пустыре возле дома. Откуда берутся эти киоски, а главное, законно ли это, разбиралась Стефания Микишова. Вот такие ларьки стали вырастать напротив жилых домов по улице Абытаевской. А вместе с ними, говорят местные жители, стали появляться мешки с гнилыми овощами, картонные коробки и другой мусор. Появилось все это, конечно же, здесь не само по себе. Не знаем, как насчет мусора. А киоск сюда явно привезла тяжелая техника, следы от нее мы, кстати, видим на земле. И чтобы сделать это, даже сняли, как мы видим, бордюр. Ларьки по красноярской традиции появлялись по ночам. Сначала один, простоял он около месяца, затем привезли второй. Жильцы дома напротив были тому свидетелями. А после они стали замечать и фуры, которые сбрасывали неподалеку пищевые отходы. Приехали, выгрузили, скидали мешки с луком, с яблоками, с гнилыми. Постояли, развернулись, уехали. Подходили жительницы, пытались делать замечания, ну, на что сразу все забывают русский язык. Ну, вообще, как бы красота такая. Во всем, по всему городу это убирают, а у нас здесь свежие расставляют. Разводят свинарник нам здесь. Это все крысы, это все ветром разносится. И вонь, соответственно, гниющих вот этих овощей. И я так подразумеваю, что с магазинами будет то же самое. Я здесь работаю, ну, а так, конечно, неэстетично. Что только сделали такую красивую развязку, портит. Жильцы соседнего дома сразу стали подозревать, будто скандальный рынок Южный, который находится через дорогу, стал перевозить свои овощные прилавки на новое место. Но в мэрии развеяли эти опасения. Оказалось, участок земли в собственности у двух частников. И по закону, говорят в департаменте градостроительства, хозяева вправе размещать на них временные сооружения. Впрочем, как и строить новые здания. Право собственника на этот участок нам подтвердили в районной администрации. Более того, разрешение на строительство двухэтажного здания тоже есть. А мусор, рассказывает хозяин земли, не на его территории и отправил нас к соседу. Но там про горы мусора якобы тоже ничего не знают. Там же рынок какой-то рядом. Я предполагаю, что они просто хулиганят и вот так вот посыряют его. Откуда я знаю, кто это? Раньше там был забор. Этот забор разобрали, унесли. Я не знаю, куда он делся. Мы постоянно нитем, траву стригем. Кто мусор накидал на наш участок, мы этот мусор весь выгребаем. Ну, как бы мы тоже устали. Хозяева участков уверены, недовольны жильцы, которые ставили машины на их территории. А теперь, когда парковаться стало труднее, решили пожаловаться на якобы незаконную струйку и мусор. Чтобы поставить все точки над «и», пообещали огородить свою землю забором. А убрать мусор со своего участка должен его хозяин. За этим теперь должна проследить районная администрация. Иначе собственнику грозит штраф до 100 тысяч рублей. Стефания Микишова, Степан Майер. Новости Прима. Билеты на автобусы, которые возят пассажиров на родительский день, подорожали. В мэрии уже согласовали на оценку. Подробности смотрите после короткой рекламы. Пугающие кадры из Ачинска появились в соцсетях. Трехлетний ребенок спит на грязном матрасе в каких-то тряпках. Автор поста утверждает, не раз обращалась в полицию. У ребенка якобы нет ни одежды, ни еды. По ее словам, 21-летняя мать злоупотребляет наркотиками и алкоголем. Полицейские выехали на место и выяснили, что это квартира родственников, где мать оставляет малыша, когда отлучается по делам. В своей же квартире у девушки якобы чисто. У ребенка есть место для сна, игрушки и еда. На мать составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ну а далее еще несколько коротких новостей от красноярских интернет-изданий. Первый случай клещевого энцефалита зарегистрирован в Красноярском крае. Диагноз поставили 18-летнему жителю Большоулуйского района. Всего с начала сезона клещи покусали 22 человека. Из них 11 детей. В Козульском районе закладчик хранил почти 3 килограмма наркотиков в морозилке. Полицейские поймали его, когда он доставал из тайника в лесу несколько килограммов мифедрона. Земелько планировал продать все закладками через интернет. Но его мечты о достатке оборвали бойцы спецотряда «Гром». У задержанного дома и в автомобиле сотрудники нашли амфетамины, гашиш, кокаин, марихуану общим весом почти 6 килограммов. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В Красноярске подняли стоимость проезда по кладбищам в родительский день. Постановление подписал мэр Владислав Логинов. Согласно тексту документа, в родительский день, который выпадает на 25 апреля, большие автобусы будут возить горожан за 20 рублей, а средние за 16. По сравнению с прошлым годом, цены на проезд выросли на 5,4 рубля. Электромонтёры из Шарыпово спасли кота, который забрался на стоп с проводами. Туда его загнали собаки. В окружении высоковольтного кабеля он провёл почти сутки, пока спецбригада его не сняла. Для этого пришлось обесточить полгорода. Но жители отнеслись с пониманием. В Абонском районе полицейские поймали пьяного водителя ритуального сервиса. Он перевозил на личном автомобиле гроб с усопшим. Его четвёрку сотрудники остановили для проверки документов, но мужчина вызвал подозрение и ему предложили дунуть в трубочку. Прибор показал превышение в два раза. Сам водитель сначала признался, якобы накануне употреблял спиртное, а затем записал видеообращение для любителей пьяного вождения. На севере края неожиданно для всех страшно дефицитным стал бензин. Речь про посёлок Хатанга и близлежащие селения. А это почти 3000 жителей. Топливо им доставляют по воде во время навигации. Хатангу, как и другие территории Крайнего Севера, обычно снабжают завозом по госзаказу. Из ГСМ туда входят дизель, керосин и уголь. Но не бензин. Его в посёлок привозит частный предприниматель. В среднем 450 тонн в год. Этого объёма всегда хватало до следующего сезона. В этом году всё пошло не так. Бензин раскупили ещё в начале года. Почему вдруг так вырос спрос, местные толком объяснить не могут. Вместо обычной нормы в посёлке осталось всего около 50 тонн. Розничная продажа остановлена. Бензин оставили для полицейских, медиков и наземной службы местного аэропорта. Дефицит отразится на охотниках и рыбаках. Бензином заправляют снегоходы и моторные лодки. Местные вспоминают, что в 2000-х была похожая ситуация. С сентября по декабрь они сидели без топлива, а потом его начали завозить по зимнику бензовозами из дудинки. Продавали по космической цене 200 рублей за литр. В этом году всё может повториться. Вот что рассказал новостям Прима депутат Таймырского райсовета Александр Иванов. Ученики лицея номер два теперь сами оформляют заказы на свои обеды. Там ввели умную систему, как в ресторанах быстрого питания. А заплатить за заказ можно школьной карточкой. В чём достоинство такого ноу-хау и почему теперь наличные? Это прошлый век узнавала Алена Крашенинникова. Звонок на перемену только прозвенел, а старшеклассники уже получают свои заказы в столовой. В лицее номер два обед теперь ребята оформляют сами с помощью специального информата. Наличные в этой школе – доисторическая редкость. Такая система, очевидно, должна понравиться подросткам ещё и потому, что она похожа на систему заказа фастфуда в любом из кафе быстрого питания. То есть есть вот такой информат. Здесь можно посмотреть и выбрать меню. Здесь даже гамбургеры есть. Выбрать, заказать, получить чек и ждать своего заказа на выдаче. Практически как, например, в KFC. Только вот оплата немного другой карты. Не банковской, а школьной. Это школьная карта, ну, Феникса, по которой мы проходим школу и расплачиваемся за еду. Можно просто деньги туда забросить, всё, как бы приходишь, сколько тебе надо. А не так, что ты, допустим, пришёл с 100 рублей, и тебе не хватает. Тут у тебя всегда есть запас какой-то. То есть, ну, что захотел, то и выбрал. Дальше чек и получение обеда. Очереди здесь теперь тоже явление редкое. Ты же можешь сделать заказ предварительно. Раньше, когда такого ещё не было, была огромная очередь. Естественно, за перемену ты не успевал себе ничего взять. Даже не у всех есть банкомат для приёма обычных карт. То есть, даже что эту есть на нашей школе уже хорошо, так как все деньги сейчас безналичные. Плюс я пользуюсь картой чаще всего, когда забываю банковскую дома. Я могу на неё закинуть денег и сама даже, без помощи родителей, и оплатить себе еду и не остаться голодной. Пока старшие ребята платят входными, картами малыши пользуются цветастыми браслетиками. На них также есть деньги, которые туда заранее кладут родители. А ещё мамы и папы могут поставить на стоп какой-либо продукт. Например, если ребёнок решит пообедать знаменитой школьной пиццей вместо супа. А если ты попросишь сладкое здесь, что будет? Если мне мама разрешит, то можно. То есть, можешь купить по браслету? Да. А если не разрешит? То не куплю. Что придётся кушать? Ну, то, что мама скажет. Кроме ограничений, родители имеют полный доступ к тому, что съел ребёнок за весь день. У них стоит лимит на карточке. То есть, родители разрешают не больше 100 рублей в день. Вот у него лежит тысяча на карте, а лимит у него 100 рублей. И он больше 100 рублей потратить уже не может. То есть, он берёт уже то, что он знает. Тем более, родители видят, что он купил. Допустим, 100 рублей там есть, и он придёт, допустим, там, не знаю, сок и шоколадку возьмём, мы их одёргиваем. А может, тебе картошку? А может, тебе котлетку? Начинаем ругать родителей. Папа будет ругаться. Мама, они такие, ну ладно, давайте картошку. В управлении образования говорят, со временем эту систему хотят рекомендовать всем школам. Но давить не будут решения, будут принимать директор и родители. Алёна Крашенинникова, Никита Сигай, Новости Прима. Уже завтра стартует марафон лекций и кофе «Нансен». О науке и жизни расскажут специалисты из самых разных областей. Среди них звёзды Ютуба и известные популяризаторы науки. Это первое событие подобного рода в Красноярске. В Конгресс-холе СФУ, где пройдёт марафон, работает наш корреспондент Софья Толстопятова. Соня, расскажи, всё ли готово. Да, студия здесь вовсю готовится для того, чтобы завтра стартовал марафон. Проведу небольшую экскурсию и буду параллельно рассказывать про локации. Например, за моей спиной будет большая переливающаяся фотозона. Также обещают, что на территории Конгресс-холла появятся указатели и различные таблички для того, чтобы гости не потерялись. Дальше, смотрите, есть большой стенд с расписанием. Поэтому не придётся постоянно лазить в смартфоны. Вот мы уже видим, что в час дня в большом зале открывают марафон Станислав Дробышевский. Дальше, дальше, дальше другие звёздные гости и просто профессионалы своего дела. Смотрите, между лекциями можно пойти на кофебрейк. Обещали, что будет недорого, и действительно, мы посмотрели в меню. Ну, средний чек на напиток и на то, чтобы перекусить, выпечку – 250 рублей. То есть можно даже не один раз выйти на кофебрейк. И дальше двигаемся в большой зал, где пройдёт часть лекций. Также будет малый. И расскажу несколько правил от сайта «Город Прима». Например, «Нансен» – это не какие-то скучные лекции, как вы привыкли, допустим, в университете. Кроме того, смело переходите между залами и лекцией. Нет в этом ничего такого. И настоятельно рекомендуют делать фотографии, делиться впечатлениями, размещать в соцсетях. Вот организаторы просят. Золотодобывающая компания «Полюс» и медиагруппа «Прима». И вот мы уже пришли в большой зал. Вот он какой пока пустый и тихо. Мы, скажем так, почти в закулисье. Но завтра наполнится гостями, всё засияет. Так что обязательно приходите. На этом у меня всё. Студия, что у вас? Да, Соня, спасибо. Ну а в Красноярске впервые прошла национальная премия за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». К нам съехали специалисты со всей страны, чтобы обмениваться опытом и представить свои достижения. После официальной части мероприятия гости отправились на Красноярскую ГЭС-компании «Н-Плюс». Наша электростанция – энергетические гиганты, объект исторического наследия региона. Предприятие ведёт постоянную работу по внедрению инновационных технологий. Одним из ключевых событий премии стала пленарная сессия, посвящённая мерам поддержки для разработки и внедрения решений умных городов. Благодаря интерактивному формату мероприятия, лидирующим организациям страны удалось обсудить вопросы и проблемы отрасли. А поскольку здесь собрались исключительно специалисты, которые и сами довольно много внедряют инновации на производстве в рамках всей страны, то нам было о чём профессионально с ними поговорить и обменяться опытом, и подсмотреть какие-то идеи. И это был очень конструктивный, важный для нас обмен мнениями. Сегодня делегация из 80 человек отправилась на Красноярскую ГЭС на экскурсию. Кроме красивых видов, которые открываются с гребня гидроэлектростанции, гостям на деле показали примеры современного производства с использованием последних цифровых технологий энергетики и систем, которые помогают в работе. Это системы, связанные с рельной защитой, автоматикой, групповыми регулирующими устройствами, регуляторными устройствами на агрегатах. В том числе регуляторами возбуждения. Это также устройства, которые связаны с контролем состояния гидротехнических заоружений. Все гости остались под впечатлением. Помимо необычных технологических решений, они оценили масштаб предприятия. Это крупнейший гидротехнический объект в мире. Как нам сегодня рассказали, шестое место в мире сегодня занимает. В свое время была крупнейшим объектом, сейчас второе после Саяно-Шушеской ГРЭС. Поэтому мы из степей приехали. У нас тоже есть гидроэлектростанция реклинская, но она, конечно, не таких масштабов. А тут для нас, степных жителей, просто буря красок, впечатлений. На крайний север, в поселок Хатанга, отправилась представительная делегация краевой власти. Ее возглавили первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко и спикер законодательного собрания Алексей Додатко. Поселок Хатанга один из самых северных в нашем регионе, один из самых старых. Через три года этот населенный пункт будет отмечать 400-летие. Отсюда когда-то отправлялись экспедиции осваивать русский север. Но сейчас Хатанга переживает не лучшие времена, и построенные много лет назад объекты социальной инфраструктуры, жилье, коммунальные сети находятся в плохом состоянии. Делегация краевых властей с особым вниманием теперь инспектирует, как в Хатанге реализуется комплексный план развития, который для поселка утвердило правительство региона. Участники делегации оценили состояние многоквартирных домов и социально значимых объектов, образовательных и культурных учреждений, станцию очистки воды. Ее построили год назад по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Оборудование на станции самое современное и высокотехнологичное пропускает больше 3000 кубометров воды в сутки. Для небольшого поселка хватает с избытком. Местные уже забыли, что у них когда-то были проблемы с водой. И это только начало, говорят краевые чиновники. В Хатанге планируется отремонтировать многоквартирные дома, объекты здравоохранения и ЖКХ. Кроме того, по словам первого заместителя губернатора края Сергея Пономаренко, власти собираются развивать и туристическую сферу, ориентируясь на проект организации маршрута на Северный полюс. Обновление инфраструктуры для туристов уже началось. Здесь построили северную гостиницу, модернизировали аэропорт. К 400-летнему юбилею поселок должен преобразиться. Хатанге — это уникальное место, это крайний север. Здесь живут уникальные коренные малочисленные народы севера. Со своей культурой, со своим языком. Очень хочется, чтобы про наш народ, коренной малочисленный, узнали и другие люди с большого мира. Как ваши дела? Этот вопрос новостеприма традиционно задают красноярцам обо всём, что волнует. Рассказывайте в наш красный микрофон. Ну а сегодня мы спросили горожан, как они планируют провести выходные, тем более, что впереди Пасха. И вот, что нам рассказали. Я работаю в воскресенье. Ну, на работе отпраздную. Яйца бить. Яйца уже готовы. С семьёй и с друзьями. Как русские люди празднуют. А как у русских? Водку пьют. Будем много готовить, гулять. Наверное, съездим куда-нибудь в лес. Я завтра в театре, думаю, музыкальной комедии. Ой, как интересно. На концерт с Светланой Кальяновой. Мне очень нравится эта певица. Я работаю. Вы работаете? С 8 до 8. Мы печём куличи, красим яйца, садимся за стол все вместе, обедаем. Спасибо. 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 Спасибо.